Я приветствую всех без исключения любителей Варкрафта, с вами Баннивур и я представляю вам свою дебютную работу на страницах нового киберспортивного портала goodgame.ru Ну и для начала торжественно обещаю, что и администрация Goodgame и ваш покорный слуга приложим все усилия для того, чтобы этот сайт стал вашим новым киберспортивным домом Впереди огромное количество сюрпризов и новинок, ну а прямо сейчас я представляю вашему вниманию первый, надумаю, что это будет первым на этом сайте, вот от первого лица Вот с прошлогоднего российского ВЦГ в этой игре ростовчанин Титан сыграл с российским известным хуманом Долларом, но в прошлом году Доллар потихонечку начал сдавать обороты Я, честно говоря, не знаю, где он играет сейчас, играет ли он вообще, но что-то его стало не так видно на киберспортивной арене Тем не менее, тем не менее, хуман очень сильный, который просто покарал немалое количество эльфов, орков, андедов, ну и, собственно, своих собратьев хуманов Игра это была плей-офф, то есть, сами понимаете, важность всего соревнования, сами понимаете, важность всей игры Ну и давайте смотреть вообще на то, что происходит на этой карте Так, острова Эха, эльф против хумана, титан против Доллара Ну, наверное, потому что он ростовчанин, буду немножечко, чуть-чуть, совсем чуть-чуть болеть за Олега Купцова Тем не менее, тем не менее, мы видим, что ставится ранний барак и поздний алтарь Что нам говорит о таком герое, как Дарк Рейнджерка, темная рейнджерка за эльфов Ну, те, кто уже играют в Варкрафте, те, кто видели демки Госсу, наверное, уже для них не будет секретом, зачем берется этот герой на этой карте Для тех же, кто еще не совсем разбирается в этой игре, объясню, что Дарк Рейнджерка это герой, который массово плодит скелетов из своих противников Убивает их своей отравленной стрелой, после чего из трупа вылазит скелет и сражается на стороне эльфа Соответственно, вот чем больше будет таких самых крипов, которых может убивать эльф, тем больше будет скелетов Ну, там, я думаю, обещать не надо Скелеты же плодят тотальную аннигиляцию войск противника вообще во всех местах, на всех картах И где только они увидят противника, тут же его аннигилируют, как только умеют А умеют они это делать неплохо, особенно в большом количестве Так вот, плодить скелетов нужно на картах, где легкие крипы Как мы видим, на этой карте Острова Эха нет ни одной красной точки Сплошные желто-зеленые чекпоинты Поэтому скелетов здесь можно плодить очень много в очень короткое время Ну и плюс ко всему, противник не так далеко, как на других картах Близко бежать, и, соответственно, эти скелеты могут еще мало того, что и нормально покрипить И позволить покрипиться эльф, так еще и могут прийти и навалять люлей любому противнику В достаточно, опять же, короткое время Также, конечно, плюсом Дарк Рейнджерки, несомненно, является такая штука, как Сайленс Которая она накладывает на героев противника Которая затыкает просто способность их кастовать различные колдунства Вот это она тоже умеет делать Учитывая то, что Архимаг у нас известный такой товарищ, который плодит олемов своими кастерами То и вот этот самый Сайленс очень хорошо пригодится тоже в борьбе против Хумена Ну и там же у него будут кастеры Предполагается, что Хумен всегда играет в кастерах У него что-то другое он играть не может Поэтому вот очень полезный герой за эльфа на этой карте против Хумена Сейчас Титан крепится усиленно, но и Доллар делает то же самое Он крепит лагерь наемников, как видит виск Титана Ну и уже, как мы видим, достаточно приличная армия скелетов И вот вся эта толпень видит Титан, что Доллар ставит нычку Нычку он, в принципе, ставит достаточно вовремя То есть он начал ее строить по таймингу Поэтому у Титана огромное количество скелетов И он приходит нычку сбривать, параллельно ставя свою нычку Ну вот сейчас посмотрим, сможет ли Доллар отбить ее Смотрим, приходит Дарк Рейнджерка Смотрим, приходят скелеты Тут уже до этого тролль Берсерка унижал пизантов достаточно долгое время Архимаг это видел и уже в свою очередь приходит Но как-то очень быстро превращаются пизанты, которые строили нычку в новых скелетов Приходят футмены, видим, что они приходят краснючий псалат Таким образом еще и без дефенса почему-то И мы видим, что, в общем-то, хора с нычки Титану полностью удается Там легло уже два футмана Может, это уже третий футман превращается в скелета Жалкие остатки хуманской армии просто бегут, сломя голову на базу Потому что сражаться уже невозможно И еще вдобавок ко всему отменяется нычка Ситуация для доллара просто, ну, мега незавидная Хуже просто гейбыть не могло Хуже было, если бы у него еще мышка с клавиатурой сейчас отказали И девушка бросила Вот это было бы совсем тогда все, диди полное А так, конечно, ну все плохо у хумана Почему так получилось? Ну, я не знаю, обычно в то время, когда приходит харассить хуманский экспант Его встречают 5-6 футменов, здоровых футменов С полными жизнями И вдобавок ко всему еще с дефенсом Почему-то у доллара этого не получилось Каким-то образом футмены прибежали дохлые, то есть ходячая экспа Для Дарк Рейнджерки, естественно, ничего, кроме как обрадовать Дельфийского героя, они не смогли И поэтому нычка отменилась В то же время у Титана ставится его нычка Кстати, Дарк Рейнджерка уже третьего левела И уже имеет такой замечательный айтем, как амулет, энергия и кольцо защиты Это все, я думаю, пойдет в карман панди А, она уже... Так, передала она или не передала? Сейчас посмотрим Просто Титан постоянно очень быстро переключает героев Нет, не передала она пока фанде айтемы Но она их, я думаю, передаст Амулет энергии это вообще классная штука Она увеличивает ману на 150 Что позволяет фанде дышать своим пыхом И существенно уменьшать количество хп У хуманской армии Уже Дарк Рейнджерка, в свою очередь, просто хэдшотами в спину добивает Из раненых пыхами футов И, собственно, превращает их в скелетов Вот примерно такая сейчас стратегия у Титана Он сам делает Тайер-2 Строит две лорницы, из которых у него будут выползать дриады и медведи И идет на базу к хуману Предполагает он, что хуман делает Тайер-2 Потому что делать их больше нечего Еще, конечно, очень тяжело Смотрите, доллар сейчас сбривает нычку Титана Но это не важно Важно то, что была задумка и стратегия у доллара одна Поставить нычку, выйти в Тайер-2, построить две арканки Масс кастеры, рифлы, спеллбрейкеры и вся прочая нечисть Плюс маркиры Вот, видимо, была такая задумка у доллара Но после того, как нычку отменили И он понимает, что он уже ее не поставит Доллар, ну ничего другого ему не остается Как просто-напросто делать Тайер-2 И пытаться каким-то образом выжить Титан это понимает, но Тайер-2-то поздний Очень поздний Тайер-2 И понятно, что хуман уже не успеет В то время у Эльпа уже строится лорница У хумана только делается Тайер-2 И если Эль просто в тупую выйдет в медведя дриад То хуман просто не успеет настроить лимита Достаточно, чтобы с ними бороться Вот что и происходит Сейчас, как мы видим, Титан успешно поубивал всех Ментов, всех пизантов Вот убивают оставшуюся экспо Которая просто вот еще экспо В виде футмена красного прибежала Пыхом ее убивают В общем, все плохо у доллара У него умерли огромное количество крестьян Рабочие тоже, в принципе, их тоже та же судьба постигла Ну, именно крестьяне, которые, в общем-то, добывали лес и золото А превратились в рабочих Ну, тоже ничего хорошего им это не принесло В общем, все сдохло у доллара И футмены, и пизанты, и Тайр 2 делается И новых пизантов построить сейчас нельзя Ситуация просто патана Патана, когда, знаете, да Что-то не сделаешь, все хуже Такого сейчас пессимиста превращается в доллар Нечего вообще ему делать Кроме как ждать, пока к нему придет 90 лимит Мишка Дреа Нычки нет Тайр 2 делается Крестьян нет Титан просто позволяет себе отойти Докрепится Ну, если даже в лучшем случае Доллар, видите, нанял Нагу в качестве второго героя Нага это такой стандартный тоже пуманский герой против эльфа Она и Демон Хантера неплохо контрит своей личной стрелой Ну и, собственно говоря, Дарк Рейнджерка тоже попадает под ее целевую аудиторию Но, боюсь, что уже немножко поздно В то время как Дарк Рейнджерка уже отлично прокачена В то время как Панда уже тоже наелась экспы Панда, кстати, скоро будет второго левела, если не ошибаюсь А, третьего, третьего левела скоро будет уже Панда А третья Панда, это, в принципе, на этой стадии На той стадии, на которой сейчас находится Хуман Это Джи-Джи Его кастером, его фитменом, его репламой Все, что у него есть Продолжает эльф наглую криппер Собирает лучшие айтемы Есть лучшие кусочки тортика Качает, вкачивает Панде третий левел Большой инвул Опять же, у животного по имени Панда Ростовского, на данном случае Ростовского Ну а Хуман, Хуман пытался отменять мички Титану Ему больше и делать особо нечего У него жалко армии, но вы построите ему просто элементарно Не на штаб Есть элемы третьего левела, но вы видите, куда они исчезают Каждый раз, потому что Дриад уже достаточно много Дриады с диспелом И гонит Гонит Хумана Все дальше и дальше Титаны Пользуясь тем, что Дриады своим ядом Замедляют его войска, просто заставляют Ни наступать в бой Дриады, конечно, дохнут, но Одновременно с этим дохнут и все Герои, все Точнее, юниты И свои, из лагеря наемников, которые нанимал Доллар Вот очередная красная экспа Там побежала кто-то наверх от Титана Разбегается, все в шоке Мишка сейчас Поздоровался с Дриадой Да, первый Михаил уже выходит У Титана И это понятно, что Ну вот за счет чего сейчас Хуман может вообще В принципе каким-то образом Пытаться понадеяться на то, что он выживет Но я не знаю, только нужно подбегать сейчас К Титану, они же на лане играют Подбегать к Титану Закрывать ему глаза Кричать, угадай кто Я не знаю, что делать Другого ничего не остается сделать Потому что Архимаг и Нага Просто, как могут, пытаются отвлечь Эльфа от рокового похода на базу Но и Доллар понимает, что Даже если не отвлекут То ничем это не поможет Поскольку убьют героев И добьют базу Вот такая вот игра GG написал Доллар И Титан эту игру выиграл Спасибо всем, что смотрели этот вот Надеюсь, что в дальнейшем Качество нашей работы будет только улучшаться Как и скилл ваш в Варкрафте Почему не только ваш, но и наш Потому что мы тоже играем в Варкрафт И для вас, я думаю, не секрет Ну что ж, спасибо всем Играйте в Варкрафт И смотрите вводы И учитесь на пятерке